Всем привет, друзья! Это небольшой фильм, в котором вы узнаете, что такое веб-дизайн, что такое UI, UX, wireframing в современном веб-дизайне. Рассмотрим базовые правила качественного оформления UI, правильную организацию работы в приложениях для веб-дизайна. Рассмотрим, какое значение занимает HTML-верстка в веб-дизайне, и как самостоятельно и правильно обучаться веб-дизайну и развиваться как веб-дизайнер. Другими словами, друзья, это комплексное руководство крутого веб-дизайнера, которое будет крайне полезно не только начинающим, но и опытным веб-дизайнерам, желающим развиваться профессионально. Что еще за UX и какая еще голова, с недоумением спросите вы. Начнем с сухих и безжизненных определений, затем разберемся более подробно и на человеческом языке. UX – это дисциплина, изучающая опыт взаимодействия пользователя с продуктом, восприятие и реакцию, возникающую в результате использования. UX – это понятие, которое применимо не только в веб-дизайне, но и в других областях. Давайте копнем поглубже и рассмотрим примеры из жизни. Опыт взаимодействия – это когда специалист на заводе управляет сложной техникой посредством нажатия пары кнопок, причем кнопка отключения значительно крупнее. UX – это когда вы срезаете путь до дома тропинкой, хотя есть красивый и чистый тротуар. Это когда вы ставите стаканчик с кофе в специальное углубление на панели в салоне вашего авто. Это когда педаль тормоза шире педали газа. Примеров может быть масса, но суть одна – UX – это способ достижения цели пользователям максимально комфортным способом. Если вы хотите стать крутым дизайнером, да и вообще успешным человеком, вы должны научиться этому. Давайте для начала посмотрим на картинку. Возможно, это будет для вас шокирующим откровением, но UX – это область, в которую входит как исследование и проектирование, так и визуализация и верстка. В результате работы над UX мы должны получить рабочий прототип. Если речь идет о веб-дизайне, таким прототипом является HTML-верстка. Если взять и вытащить из телефона экран, мы можем увидеть, кроме самого экранчика, провода, подкладки, какие-то клеевые швы, панель. Это и есть интерфейс. Хороший дизайнер разрабатывает интерфейс со всеми потрохами, включая верстку. В дальнейшем экран будет подключен к плате телефона, то есть это Backend, PHP, Python, Ruby или запрограммирован – это Frontend и JS. Я понимаю, что кому-то от таких заявлений станет не по себе, особенно старым верстальщикам, для которых верстка – это целый мир, отдельная область знаний. Но давайте смотреть на разработку объективно и называть вещи своими именами. А реальность такова, что мы разрабатываем модель, которая в лучшем случае должна пройти тест. И это ваша задача как веб-дизайнера. Далее данная модель, то есть HTML верстка, может быть непосредственно передана в Backend разработку, или в случае, если это сложный проект, в Frontend разработчику для написания JS кода приложения. Во многих средних и крупных компаниях зачастую UX, UI специалисты и HTML верстальщики – это разные люди. Но эта модель практически не работает на фрилансе. Наиболее эффективен дизайнер, который может реализовать свою идею от начала и до конца, а не передавать половину работы другому человеку, теряя золотую нить идеи. Места под солнцем остается все меньше, и просто верстальщик сейчас – это как водитель, который умеет жать только на тормоз. В верстке нет ничего сложного. Это обычная рутинная работа средней сложности. UX в вебе – это фундамент, на котором строится дизайн сайта или приложение. Это проектирование интерфейса с учетом потребностей людей, для которых вы создаете дизайн веб-сайта. Кто конечный пользователь? Какие цели человек преследует, используя ваш интерфейс? Как помочь ему максимально быстро и комфортно получить результат? Вот основные задачи, которые решает UX. Трудность создания опыта взаимодействия, как говорил Джесс Гарретт, состоит в необходимости понять потребности пользователя лучше, чем они понимают их сами. Многие начинающие и не только начинающие веб-дизайнеры путают веб-дизайн и визуальный дизайн. Кто-то до сих пор считает, что процесс создания дизайна сайта – это в первую очередь создание картинок, кнопочек, иконок, в общем UI, совершенно забывая о фундаменте UX, о исследовании людей, для которых все это хозяйство рисуется. Мне неоднократно приходилось наблюдать, как не очень красивые визуально сайты и LP приносили огромные продажи и работали лучше любого заморского флэт-интерфейса, со стильными иконками и инфографикой. Да-да, это были сайты с нелепыми градиентами, огромными кнопками, необработанными фото без ретуши и с прессованными текстовыми блоками. Но они работали. Чудо, скажете вы. Просто дизайнер, который рисовал такой сайт, провел исследование аудитории клиента, просто дизайнер умеет слушать и понимать реальные потребности пользователя продукта, хоть и не обладает особым визуальным вкусом. Или случайно угадал верное направление, может быть и такое. Если вы хотите стать по-настоящему крутым веб-дизайнером, вы должны иметь две блестящие отполированные стороны одной медали. С одной стороны вы должны стать хорошим UX-специалистом, с другой вы должны развивать чувство вкуса, чтобы ваши интерфейсы были не только функциональны, но еще и привлекательны. Если говорить о том, какой дизайнер лучше, тот, который рисует с учетом пользовательского опыта, но некрасиво, или тот, кто рисует изумительно аккуратные интерфейсы, но абсолютно не вникает в проблемы человека, то однозначно первый выигрывает. И это понятно, ведь больше денег и клиентов принесет бизнесу именно первый, это если говорить простым языком. Мое скромное мнение, дизайн перестанет существовать ради визуального дизайна. Веб 3.0 это эпоха UX, повышение информативности и удобства. Какие же задачи позволяет решить UX? Главная задача дизайнера максимально повысить уровень удовлетворенности конечного пользователя взаимодействия с продуктом. Здесь и далее под продуктом мы будем понимать любой объект взаимодействия с пользователем, будь то реальный продукт, услуга, веб-приложение или веб-сайт. Веб-дизайнер это тот, кто прокладывает мост между владельцем бизнеса и потенциальным клиентом. Думаю, не нужно иметь симпиадий во лбу, чтобы понять, что основная работа по исследованию при проектировании UX это изучение потенциальной аудитории продукта. Самое сложное здесь это то, что нельзя пощупать, нельзя измерить. Это эмпатия веб-дизайнера или UX-специалиста. Способность понять желания и чувства других людей. Веб-дизайнер должен быть достаточно опытен по жизни, чтобы с наиболее высокой долей вероятности определить желания и чувства потенциальной аудитории. Это довольно сложный субъективный процесс, но его можно привести в порядок и поднять свои скиллы в UX, благодаря отработанным методикам исследования и проектирования. Вы не можете просто взять продукт клиента и сделать на коленке под него веб-сайт, приложение или лендинг. В корне неправильно брать чужой лендинг, чужие наработки, но еще хуже высасывать идею из пальца и рисовать под нее какой-то эфемерный дизайн, вставляя по ходу дела ключевые слова в блоке текста по продукту. Большинство поступает именно так, хоть это в корне неправильно. Это тупик, путь в никуда. Несмотря на то, что менее просвещенные веб-дизайнер клиенты списывают нелепые и неудачные решения на случай, а веб-дизайнер он таки получает свои кровные. Вы должны четко понимать, почему вы создаете именно такую секцию, именно такие элементы, именно такой порядок на веб-странице. Все ваши действия должны быть подкреплены железобетонным основанием. Довольно странно будет звучать объяснение на вопрос, почему здесь эти кругляшки в виде «потому что я где-то увидел такие и решил данную форму применить под ваш выдуманный контент, так как у меня не работает фантазия». Странно, не правда ли? Rightway – это исследование. Исследование – это самый первый шаг дизайнера при работе над любым проектом. Нужно четко вывести группу пользователей, максимально узнать аудиторию, под которую вы разрабатываете интерфейс, узнать потребности этой аудитории. Конечно, основываясь только на своем личном опыте и своих ощущениях, довольно сложно прийти к объективно правильному решению в интерфейсе. Ведь вы не беспристрастны по отношению к результатам вашего творчества. И ваш личный опыт относительно конкретного продукта может быть весьма ограниченным. Тем не менее, если вы хорошо изучили продукт, для которого делаете дизайн сайта, то можете сделать какие-то выводы, принять решения. Самый минимум, который вы просто обязаны сделать, если вы фрилансер, работаете один и у вас нет своей команды UX-специалистов, это изучить текущий опыт бизнеса, накидать портрет среднего потребителя продукта. Например, если вы создаете посадочную страницу для продажи сельскохозяйственной техники, скорее всего, потенциальные клиенты не ищут особых изысков в визуальном исполнении сайта. Их более интересует каталог продукции, фотографии, сроки, способы доставки именно в их регион, цены и возможные скидки. Последний пункт говорит о том, что проектирование UX очень тесно связано с бизнесом. Это то, о чем обычно не говорят веб-дизайнеры, но думают все. В начале своего исследования нужно пообщаться с владельцем бизнеса, вашим заказчиком. Он является специалистом в своем продукте и у него есть опыт работы с клиентом, он знает свою аудиторию. Записывайте все ключевые моменты на стикеры или в блокнот для дальнейшего анализа. Если вы фрилансер, изучите опыт аналогичных продуктов, какие-то тематические формы, сообщества, но не применяйте слепо наработки конкурентов в своем проекте. Это неправильно и неэффективно. Если вы студия и у вас есть ресурсы и бюджет проекта достаточный для глубокого исследования, проводите онлайн опросы, интервью с аудиторией, АБ-тестирование, несколько потенциальных и эффективных прототипов. Создайте список характерных качеств посетителей, интересующих вас в первую очередь. Для этого сделайте таблицу персон, которые потенциально могут являться пользователями продукта и охарактеризуйте их. Поставьте себя на место персоны, вживитесь в роль и начните думать как персона. Ну, например, наименование персоны, трактористка, глаша пусть будет. Что ценит в первую очередь? Давайте подумаем, поставим себя на место этой персоны. Мне кажется, в первую очередь интересует срок поставки, чтобы не опоздать на посев, допустим, если у них посев. Дальше ценится удобство доставки в регион, то есть ЖД, авто, авиа, какой способ наиболее приемлемый. Следующее, что ценит, это качество оборудования, чтобы не сломалось посреди поля. Ну и простота подключения, то есть объективно было бы неплохо сделать на таком лендинге консультации, возможность получения консультаций бесплатных по подключению продукта. Ну и какие цели преследуют, я думаю, тут понятно, максимально быстро внедрить подходящее оборудование в производство. То есть эти люди, которые заказывают фермеры, допустим, их это интересует в первую очередь, и они хотят решить свои какие-то задачи. Вам нужно это понять, чтобы правильно сделать дизайн сайта. Обратите внимание, что правильно охарактеризовав 1, 2, 3 персоны, вы имеете больше шансов попасть в цель, применительно к огромному количеству людей со схожими ценностями и потребностями в данной тематике. Определив 2, 3, 2, 3 или более персоны, можно уже определить задачи, которые посетители смогут решить с помощью вашего интерфейса. После того, как вы определили аудиторию, определили цели и ценности персон, можно приступить к моделированию каркаса интерфейса, так называемому вайрфреймингу. Вайрфрейм служит для распределения информации на будущих страницах по степени важности сверху вниз. В процессе моделирования вы продумываете, какая информация будет на странице, определяете базовую форму вывода информации, но не вдаетесь в детали, то есть не занимаетесь визуализацией. Увлекаться не стоит, так как если в дальнейшем вы поймете, что структура не совсем удачная, вам придется все равно переделывать все заново. Забудьте о стилизации и акцентируйте внимание только на структуре. Для создания каркаса можно воспользоваться специальными приложениями или нарисовать от руки на бумаге в клеточку или в точечку, после чего просто отсканировать и положить в папку вашего проекта, чтобы никуда это все не потерялось. Я обычно использую онлайн приложение wireframe.cc, так как можно в реальном времени вносить правки и согласовывать с клиентом. Но иногда я прорабатываю структуру страниц на бумаге, если например лень садиться за комп. Ну и хочу дать совет, если вы рисуете wireframe, не останавливайтесь на одном wireframe для главной страницы или для главного экрана приложения, если вы делаете приложение. Сделайте несколько набросков расположения структуры. Для главной страницы берите информацию из таблицы персон, которую мы рассмотрели. Отсортируйте цели, ценности под степенью важности и экспериментируйте с формой, в которую вы будете вставлять информацию. То есть предоставлять информацию посетителям. То есть это айтемы какие-то, могут быть еще какая-то форма. Вот здесь вы уже как бы определяете данную форму. Проработайте все страницы веб-сайта или приложения. И только после того, как каркас всего сайта будет готов, переходите к следующему шагу. После того, как вы основательно проработали UX, создали несколько каркасов и выбрали наиболее привлекательные варианты, можно приступать к визуализации. Визуализация – это прорисовка каркасов, создание единого стиля, оформление контента. Другими словами, мы начинаем работать над UI. Чаще всего для визуализации используются Adobe Photoshop, SketchUp, кто-то использует Inkscape плюс GIMP, вот мы, например, недавно использовали, или другие инструменты. Я советую использовать Adobe XD, новый инструмент от Adobe, для визуализации и проработки интерактивного графического прототипа. В дальнейшем в наших уроках мы уже будем использовать только этот инструмент для создания дизайна, так как здесь можно сразу сделать визуализацию и показать, как будет происходить движение пользователей по страницам. Для работы с векторной графикой я обычно использую Inkscape. Здесь я создаю иконки и другую необходимую графику. Для работы с растовой графикой лучшее решение и несменный лидер – это Adobe Photoshop. Очень важный аспект веб-дизайна – это правила хорошего тона. В веб-дизайне нет правил, заявляет Артемий Лебедев. В веб-дизайне есть правила хорошего тона, отвечу я. Разрабатывая дизайн сайта, веб-дизайнер придерживается определенных негласных правил при оформлении. Межстрочный интервал, отступы, шрифты, размеры элементов – это все поддается измерению и есть откровенно плохие реализации. Поэтому можно составить свод правил, придерживаясь которых вы уж точно не сделаете плохую визуализацию вашего дизайна. Даже если вы новичок и ваше чувство вкуса находится в зачаточном состоянии. Обратите внимание, что эти правила можно нарушать в том случае, если у вас большой опыт в дизайне и вы знаете, что делаете. Также вы можете нарушать данные правила, если вы новичок и экспериментируете. Если вы начинающий веб-дизайнер, постарайтесь не выпускать в продакшн интерфейсы, нарушающие какое-либо из приведенных правил. Итак, поехали! Типографика, текст и ссылки. Не используйте слишком большие заголовки. Не используйте шрифт меньше 12 пикселов. Не делайте слишком маленький или слишком большой межстрочный интервал. Не растягивайте буквы инструментом Transform. Шрифт должен быть естественно пропорциональным. Не используйте более трех шрифтов на странице. Не используйте слишком маленький контраст. Не печатайте светло-серым по белому или темно-серым по черному. Используйте интервал между символами с осторожностью, если знаете, что делаете. И выбранный шрифт позволяет сделать текст воздушным наиболее элегантно. Не делайте слишком маленьких отступов между абзацами, заголовками и элементами. Дайте воздуха дизайну. Не используйте капс без необходимости. Не используйте для основных текстовых блоков слишком сложный декоративный шрифт. Это должен быть простой и легко читаемый шрифт какого-либо семейства Sans или сериф. Сериф и слаб, если вы знаете, что делаете, только в том случае применяйте. Все ссылки, за исключением пунктов навигации, должны быть подчеркнуты. Старайтесь также оформлять все ссылки, которые уже были посещены, то есть ссылки на страницы, более темным цветом, в отличие от дефолтного цвета ссылок. Если иерархия сайта содержит более трех уровней, не забывайте о хлебных крошках на внутренних страницах. Графика, иконки и фотографии. Не используйте в дизайне шаблонные фотографии. Лучше сделать самостоятельно, порекомендовать заказчику обратиться к фотографу или найти более жизненные фотографии. Не используйте иконки, сделанные из фотографий. Все иконки должны быть выполнены в едином стиле. Не увеличивайте фотографию больше ее оригинального размера. Не масштабируйте графику непропорционально. Не применяйте режим наложения слоев, отличный от обычного Normal. Старайтесь не применять фильтры на изображения, которые должны иметь несколько состояний. Обычно и при наведении, например. Все наложения и изменения только посредством наложения нового слоя и корректировки его цвета и прозрачности. Все должно быть легко воспроизведено в HTML верстке. Ну, то есть к ретуши и подготовке фотографии это не относится. Не масштабируйте фотографию до конвертации в смарт-объект. Обрезайте фотографию только посредством обтравочной маски для фигуры. Оригинал фотографии, как и в предыдущем пункте, должен быть сохранен в смарт-объект. Если вы рисуете иконки в Photoshop, не растрируйте их в уменьшенном размере. Не забывайте, что макету еще предстоит этап верстки. И все иконки необходимо будет викторизовать. Оригинальные смарт-объекты с иконками должны быть достаточно крупными для качественной трассировки, если это растровые иконки. В идеале у вас должны быть все плоские иконки и графика в формате SVG в отдельной папке. Если же вы ленивый дизайнер, предусмотрите тогда возможность качественной конвертации или экспорта иконок в SVG. Не используйте чистые цвета. Обязательно старайтесь добиться наиболее приятного оттенка. Не используйте более двух акцентных цветов на странице и не более двух темно-серых или черного цветов для текста. В идеале только один акцентный цвет и один темно-серый или черный для текста. Я использую для текста черный цвет или серый в интервале от 1.1.1 до 2.2.2. Это фекс. Для основного шрифта, то есть на светлом фоне. Старайтесь закрашивать акцентным цветом только те элементы, которые наиболее важны на странице. Акцентируйте на них внимание. Это могут быть кнопки, стрелочки, галочки важных пунктов, текстовые ссылки, информативные какие-то иконки. Но мелкие иконки типа логин, пароль, почта и иконки в формах, то есть всплывающие формы или формы на страницах, их акцентировать не обязательно. Правила работы в графическом редакторе, организация работы и прочее. Называйте слои со смыслом. Старайтесь упорядочивать смысловые блоки и составные элементы интерфейса в группы, если ваш инструмент поддерживает слои и группы слоев. Всегда создавайте отдельную папку со всеми используемыми шрифтами в формате .tf или .otf. Иконочные шрифты также должны быть размещены в этой папке. Создавайте макеты один в один, то есть в масштабе 72 пиксела на дюйм. При 100% отображении макеты должны быть в таком же масштабе, в котором предполагается результат HTML верстки. Обязательно используйте в работе какую-либо систему сеток. Можно разработать самому, но я рекомендую, так как сам использую систему сеток Bootstrap. Ширину контента можно кастомизировать от оригинальной ширины Bootstrap сетки. Для этого можно просто использовать плагины для создания сеток. В случае, если вы пользователь Photoshop, то есть если у вас другой какой-то инструмент, то скорее всего вам это не подойдет. Там другие плагины, другие инструменты есть для создания сеток. Не создавайте декоративные элементы, если в этом нет практического смысла. Но если это имиджевый сайт и нужна красивая картинка, данное правило можно опустить. Придерживайтесь смысловой визуальной иерархии. Почитать про визуальную иерархию вы можете на моем сайте. Используйте правило внутреннего и внешнего, которое гласит, что расстояние между внутренними элементами блоков должно быть меньше, чем внешнее расстояние между блоками. Не забывайте, что люди чаще всего приходят не на главную страницу сайта, а на внутренние. Поэтому продумайте информативные универсальные блоки, такие как шапка, подвал, сайт бар, если есть сайт бар. Шапка должна быть максимально информативной, но не перенасыщенной. Обязательные элементы шапки это лого, название проекта, навигация, поиск по сайту и другие элементы размещаются в зависимости от проекта. Если интернет-магазин, например, то соответственно там должен быть поиск в шапке. Хорошее решение это размещение в футере развернутой навигации или карты сайта, со всеми потаенными местами сайта. Футер или подвал это вообще отдельная тема, достойная отдельной статьи. Постарайтесь продумать подвал до мелочей. Старайтесь не делать скудных узких подвалов с логотимом и только номером телефона. Но здесь опять же зависит от проекта, но чаще всего футер лучше делать высоким и развернутым. Я очень часто нахожу нужную потаенную информацию именно в подвале. И мне нравятся высокие и продуманные подвалы. Не думал, что скажу такое о подвалах. Мы рассмотрели основные утверждения, которые можно назвать правилами. Давайте теперь рассмотрим самые распространенные мифы о веб-дизайне, которые были для кого-то правилами и даже руководствами к действию, но сейчас уже не используются профессионалами. Правила трех кликов. Думаю, всем известен этот миф. Если пользователь заинтересовался информацией на главной странице, он сделает сколько угодно кликов для того, чтобы добиться цели, а не обязательно, если он сделает три клика и не найдет, он уйдет. Нам просто нужно ему в этом немного помочь. Правильно разместить указатели в навигации на нужный материал. Слайдер контента. Это хорошее решение. Есть такой миф. Ну, я еще не совсем уверен, что это миф, но назревает такая тенденция. Это весьма спорное утверждение. Я очень часто использовал в качестве формы для вывода контента слайдеры. Но есть исследования, подтверждающие, что их мало кто листает, и что-то мне подсказывает, что это действительно так. Возможно, в ближайшем будущем эффективность слайдера контента станет мифом. Следующий миф. Чтобы сделать качественный дизайн, нужно много работать. И это миф. Правильно определив аудиторию, достаточно одной удачной картинки, заголовка и блока текста минимально, чтобы пользователь искренне заинтересовался продуктом, если все сделать правильно. Следующий миф. Дизайн должен быть оригинальным. Это, конечно, хорошо, если у вас есть месяц в запасе, а у клиента толстый кошелек, но зачастую все не так. Можно потратить бешеные деньги и время на уникальные иллюстрации, оформления, но прийти к тому же результату, как если бы таких возможностей не было, например. Проработайте UX. И для отличного результата подобные траты времени и денег будут излишни. Зачастую пользователи, привыкшие к определенному расположению универсальных блоков, то есть шапка с навигацией, подвал и т.д. сбиваются с толку, посещая сайты, где все оригинально и необычно. Придерживайтесь стандартов веби, и вам не придется изобретать велосипед. Кроме того, у стартапов зачастую вообще нет ни времени, ни средств для экспериментов с интерфейсами. Я считаю, что можно сделать лаконичный дизайн с изюминкой, который будет действительно работать и приносить клиентов, не прибегая к каким-то визуальным изыскам. Я считаю, что веб-дизайнер должен уметь верстать. Хотя наверняка найдется много ленивых коллег, которые со мной не согласятся. Обратите внимание, что мой канал называется Web Design Master. Ну и даже когда я начинал записывать уроки, довольно четко представлял, что такое веб-дизайн, что в него входит. Конечно, что-то поменялось с тех пор, что-то осталось неизменным, но я все больше и больше убеждаюсь в том, что такое мировоззрение весьма объективно. Я не силен во фронт-энде, ведь настоящий фронт-энд это глубокий JavaScript, разработка сложной логики интерфейсов для крупных и серьезных проектов. У меня другой вообще склад ума, то есть я не программист, а дизайнер. Поэтому принуждать себя к области, которая не нравится, смысла не вижу. Но я всегда смогу оживить свой дизайн и сделать рабочий HTML прототип на достаточно высоком уровне, если это потребуется. И это, кстати, довольно шикарная опция для веб-дизайнера, ведь ваш ценник как специалиста поднимется минимум вдвое. Не стоит бояться осваивать новые горизонты, верстка это несложно. Итак, если вы хотите освоить верстку и базовые навыки фронт-энд разработчика, то я вам советую понять основу HTML. У нас есть видео. Изучить теорию. Для изучения теории я советую освоить сайт htmlbook.ru. Его, наверное, все знают, опытные разработчики, новички, может быть, даже не слышали. Там от начала и до конца все HTML-теги изучите, все CSS-свойства. И третий пункт – это закрепить знания на практике. Для этого подойдут следующие мои материалы, которых уже немало накопилось по верстке. Это первый я посоветую Bootstrap, как создаются современные адаптивные сайты. Потом я посоветую посмотреть создание лендинг-пэйдж на WordPress части от первой до девятой. В этом курсе в основном мы занимались версткой, потому что посадка на WordPress заняла у нас два, по-моему, или три всего урока, потому что это не так сложно, как верстка. Jedi-верстки 2. Адаптивная HTML-верстка на примере образовательного лендинг-пэйдж. Там мы довольно подробно прорабатывали верстку. Мы во всех подробно прорабатываем, но я говорю по степени сложности, как стоит изучать. Следующий урок я посоветую создание HTML-тем на Bootstrap. Здесь вы познакомитесь с кастомизацией Bootstrap, что это такое. Следующий урок я посоветую создание крутого сайта портфолио фотографий на WordPress. Это платный видеокурс. Там мы буквально с нуля на каркасе создаем на WordPress веб-сайт и там затрагиваем довольно сложные моменты верстки. Следующее, что я посоветую, это Jedi-верстки 4. Jedi-верстки 4. Это у нас погружение в адаптивную HTML-верстку на примере коммерческого сайта. Там мы работали с Bootstrap и как раз таки применяли кастомизацию Bootstrap-темы. Следующий урок, который я посоветую, это создание сайта подключен на заказ. Уроки с 11 по 25. Там мы верстали главную страничку. Сейчас мы будем доверстывать внутренне, но очень хороший опыт вы получите, изучив эти уроки по HTML-верстке. Следующее, что я могу посоветовать, это Jedi-верстки 5 и Jedi-верстки 6. Это большие довольно-таки уроки. Ну, я что хочу сказать. Материалов по HTML-верстке очень много. По крайней мере, у меня на канале точно. Поэтому на верстке я не вижу смысла больше останавливаться. Тут все понятно. Изучайте верстку. Это отличная опция. И в этом нет ничего сложного. Вы сами в этом убедитесь. Веб-дизайн и веб-разработка в целом – это области, в которых, как ни в каких других, важнейшее значение занимает самообразование. Ведь у нас нет школ, колледжей, институтов, которые обучали бы профессионалов в области веб-дизайна. А сама индустрия не стоит на месте и всегда нужно быть на гребне волны. Что касается UX, тут все маленько по-другому. Тут все тихо и спокойно. И так будет еще долго. Ведь по сути UX – это дисциплина, изучающая психологию. А здесь вряд ли что-то может поменяться в ближайшее время. Здесь самообучение заключается в развитии внутреннего мира, собственного опыта. Изучив базу, можно смело работать много лет. Лишь изредка мониторя новости в этой области. Ну и, конечно же, читать хорошие детективы, потому что это развивает. Но особого внимания требует самообучение в области UI. Здесь кипит жизнь. Тренды в визуальном дизайне сменяют друг друга, дополняются и эволюционируют чуть ли не каждый день. Я не сторонник слепого следования тенденциям и трендам. Но, как показывает практика, рациональное зерно в трендах есть. И за ними нужно следить. Что касается совершенствования своих навыков в UI, тут нельзя дать каких-то четких указаний, посоветовать книгу, после которой у вас будут получаться красивые интерфейсы. Но, тем не менее, я могу дать несколько советов, исходя из своего опыта, как происходит самообучение у меня. Первое, что я хотел бы посоветовать, это постоянно изучайте работы на ThemeForest. Это гладисть современного веб-дизайна. Пытайтесь применить какие-то привлекательные формы отображения контента в ваших работах, но не увлекайтесь. Не забывайте о базе, о UX. Все должно быть в меру и в тему. Второй совет. Будьте постоянным посетителем сайта awards.com и смотрите крутые работы, чтобы не расслабляться. Третий совет. Также для развития чувства вкуса будет полезно периодически изучать хорошие работы на Behance. То есть выделяйте время для того, чтобы практиковаться, повторяйте понравившиеся работы на практике в графическом редакторе. Но ни в коем случае не публикуйте свои копии, где бы то ни было. Это нужно только для практики и саморазвития. Четвертый совет. Критикуйте рекламу на улицах вашего города и думайте, как можно сделать лучше. Пятый совет. Критикуйте UX на улицах. И также думайте, как многие вещи можно было бы сделать удобнее. Думайте о людях, думайте как люди.